В школе номер 59 деревни Марусина состоялась встреча инициативной группы кандидатов в совет депутатов городского округа с местными жителями. В ходе беседы были затронуты основные вопросы жизнедеятельности населенного пункта. Встреча прошла под лозунгом «Объединенным люберцам новое качество жизни». Изменения к лучшему. Решение старых проблем ждут многие жители с наступлением новой страницы в истории бывшего Люберецкого района, а ныне городского округа. Например, родители детей, которые ходят в Марусинскую школу номер 59, давно просят о пристройке. Старшеклассникам здесь места пока нет. Кандидаты в народные избранники предлагают пути решения. Эта проблема будет решаться. Я думаю, в ближайший в наш срок, который здесь будет, будет построена пристройка здесь на 400 мест. И учащиеся этой школы, которые здесь закончат начальную школу, будут учиться здесь уже по 11 класс. Но это перспективы ближайших 3-4 лет. То есть за один-за два года, я думаю, что это будет сложно сделать. Реконструкцию учебного заведения ждут и сами преподаватели. А потому говорят о готовности пойти на выборы депутатов в Совет депутатов городского округа. Конечно, пойду на выборы и буду голосовать за достойных. Надеюсь, что они будут любить наш край, будут обращать на наши вопросы и заниматься нашими вопросами. А также очень хочется расширения школы, чтобы как можно больше учеников к нам пришло и учились они замечательно. Некоторые жители деревни Марусина переехали сюда специально, чтобы, по их словам, быть ближе к природе. Районам довольны, но не во всем. Так счастливо сложилось, что здесь началось активное строительство жилого фонда. В принципе, мы недовольны, потому что район новый, разрастающийся, транспортное обеспечение, в принципе, поспевает за ростом населения. Единственное, качество дорог оставляет желать лучшего. Вопрос качества дорог был одним из главных. На встрече жителей деревни Марусина с кандидатами в Совет депутатов городского округа Люберцы. И они пообещали это решить, в том числе, проблему с освещенностью остановок общественного транспорта и благоустройством придомовых территорий. На встрече прозвучало, что вопросы занятости молодежи тоже в центре особого внимания. В деревне должны появиться свои молодежные клубы и новые спортивные секции. Работа инициативной группы будет продолжена. Вадим Акентев, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.